Привет! Привет! Как дела? Все хорошо, спасибо. У тебя? У меня все отлично, кроме холода. Сколько у вас градусов? У нас где-то 10, но у нас всегда дожди. А у вас здесь не бывает снег? А у нас был в этом году первый раз, что-то за много-много лет, он даже продержался что-то один день, и все были так рады. Я говорю, Алекс, это не снег. Поедем в Россию, я тебе покажу, что такое снег. А вы еще ни разу не ездили в Россию? А, ну он был в России тогда. Ну мы были в прошлом году, в декабре, на месяц, и все. Хорошо. Так, хорошо, отлично. Давай мы сразу начнем, чтобы мы успели. Давай, да. Можешь рассказать немного о себе? Кто такой Алекс? И как ты вообще оказалась в Англии? Меня зовут Лера, Валерия, как угодно. Я переехала в Англию два года назад, до этого я жила в Москве, там вот училась в РДН. И потом познакомилась с будущим мужем тоже в Москве, мы переехали в Англию, поженились. И у нас родился Анликс, и мы сейчас 22 месяца. Можно спросить, ты предупреждаешь Леру или Валерию? Мне все равно, честно. Хорошо, ладно, все, отлично. Ты сказала, ты училась в РДН, на кого ты училась? Я училась на международных отношениях, и параллельно на переводчика английского и испанского. Потом на магистратуру я поступила на международный менеджмент. Не знаю, зачем, такая разная концентрация. У тебя была мечта переехать за границу или нет? Вот такими всякими профессиями особенно. Я просто, я всегда знала, что я буду где-то, я буду где-то жить, а не в России. И у меня всегда этого хотелось. То, что я даже не мечтала, это просто было как, я просто знала. Можешь рассказать немного о том, как ты встретила своего мужа? Что ты понимаешь, с этого все и началось. Да, это моя любимая история, я могу ее рассказывать бесконечно. Я работала переводчиком в Москве на выставках, знаешь, как многие студенты делают. И однажды у меня была знакомая, ее попросили перевести в футбольную пресс-конференцию в 2017 году. Играл Ливерпуль со Спартаком. Я уже, наверное, наизусть знаю эту историю. Вот, и она заболела. Она попросила меня перевести, я говорю, да что ты, я вообще ничего не понимаю в футболе. Она такая, да, там что сложного-то? Я думаю, ладно, там еще платили хорошие такие деньги. Я думаю, на самом деле, что сложного? Купила специально красивую одежду, все-таки, да, Ливерпуль. И пришла туда, и пораньше, чтобы не опоздать. И ко мне подошел молодой человек. Я думала, он вот менеджер команды, он мне должен все рассказать. Я представилась так официально. Он такой, да, я просто фотограф. Я такая, понятно. И он что-то познакомился со мной. Говорит, вот я веган. Ты не знаешь, где можно покушать вкусно веганом? Я говорю, нет, я люблю мясо. Он такой, вот я хотела сходить в Пушкин. Хотела сходить в Пушкин, не хочешь со мной? И кто-то нас там прервал. Я не успела согласиться. И, в общем, на этой пресс-конференции я очень опозорилась, потому что я не знала, во-первых, вообще, кто там из игроков будет. А это такие знаменитые были люди, оказывается. Это снимали по всем каналам в лайф. Это, в общем, это был такой позор. И там был один момент. Есть игрок Харрикейн. Это вообще капитан английской сборной. Но Харрикейн, если вы знаете английский, звучит как ураган. И что-то там сказали Харрикейн. И я такая, ураган событий или что? В общем, ужасный. Но Дэвид ничего не понял, потому что он не знает русский язык. Он вообще не понял, что что-то произошло. Но у меня было очень много хейтеров после этого. Мне не заплатили вообще ничего за эту конференцию. Но зато потом он всё-таки подошёл в конце. А ещё обычно на пресс-конференции, сейчас я уже это знаю, два человека. Сначала выступает менеджер главной команды, а потом один из игроков. Я перевела менеджера, перевела игрока. И сижу дальше, жду. И вижу, что все уже запаковывают оборудование, уходят. А я думала, что ещё будет продолжение. И потом я поняла, что продолжения не будет. Такая встала и ушла со сцены. Это был твой первый раз. Ну вообще, в принципе, я думаю, любой человек, который не знает футбол... Первый раз всегда сомнительно проходит, да. Потому что я бы точно так же опозорилась, мне кажется. Да, да я понимаю. Тогда это, конечно, для меня был просто... Ну, позор. Потому что многие друзья, все как бы смотрят эти пресс-конференции, кому нравится футбол. Только я не смотрела. Ну вот. Но ладно. Потом я подошла к Дэвиду, он, оказывается, меня пофоткал, скинул мне фото. И он всё-таки пригласил меня в Пушкин. Я подумала, ну ладно, я же голодная. Пойду с ним схожу. Приехала туда пораньше немножко. И потом я как-то сомневалась, зачем мне вообще нужно это. И отправилась ему в сообщение, уже было 10 вечера, что я устала, поеду домой. Она не отправилась. Я уже на Тверской ждала его. Думаю, ну ладно, некрасиво будет, что он приедет, он иностранец. Я так просто брошу его сейчас. Он же будет меня ждать. Дождалась его. Мы поужинали, всё было прекрасно. И вот так начали знакомство. Потом он фотограф. И он был через три недели в Питере. Он фотографировал женскую сборную и пригласил меня туда. Там ему тоже нужен был переводчик. Я говорю, переводить я не буду, но просто приеду посмотреть, мать. И потом мы начали с ним общаться. Я помогала ему в его работе уже. Он фотограф, и я там, получается, обрабатывала всё. Я всё научилась делать. Мы ездили везде по Европе, работали. И вот так вот развивались наши отношения. Во-первых, у тебя на заднем плане очень успокаивающие звуки. Мне кажется, там пение птиц какое-то нет. Да-да. А во-вторых, да, я хотела спросить. То есть он работает на команду Ливерпуля, или он такой как фрилансер? У него своё агентство, и у него контракт с ними. Понятно. То есть вы познакомились, и потом говорите, «А давай-ка поедем по Европе». И ты согласилась? Да, первый раз, знаешь, как это было? После Питера. Питер вроде был в России, но там, окей, недалеко яхать из Москвы. Мне приснилось, что я была в Париже. Мне Париж в реальности не понравился. Мне, знаешь, не очень. И тут мне приснилось, что я в Париже. Мне безумно понравился этот город во сне. Я прям влюбилась. Позвонила Дэвиду на следующий день. Говорю, вот, надо съездить в Париж. И он говорит, «Ой, там через два дня матч. Давай приезжай, я тебе сделаю аккредитацию, и вот будем вместе. Ты мне поможешь». Я такая, окей. Посмотрела, сколько стоят билеты. Он сказал, что он их оплатит. И тогда у меня сомнения, в принципе, отпали. Потому что мне он с первого раза понравился, ещё когда, так, знаешь, приключения такие. И потом мы ездили, да, в другие страны. И я уже поняла, в работе всё. Потом, если я не могла с ним поехать, я работала из дома. А то есть в тот момент ты ещё училась или ты уже выпустилась? Я уже была в магистратуре. Переводила Юльберпуль на первом курсе. Получается, год, да, я училась. А потом? Потом у нас, получается, ну, первый год училась. Ещё полгода я ходила в университет. Редко, потому что я жила три недели в Англии, две недели в Москве. Как-то так это всё было. Потому что я уже здесь работала. Вот. Можете спросить? Вот строить отношения с англичаном. С англичанином. Кошмар, как у англичанин. Англичанином. Возникает ли какие-то, во-первых, языковой барьер? Ну, я понимаю, что я был хорошей уровень английского, но существует ли вообще всё равно языковой барьерники? Я бы не сказала, что он был... Ну, да, потому что я говорила на английском. И Дэвид, у него ещё чисто английский. Потому что, вот те, кто, наверное, на меня подписаны, вы видели, я выставляла в сторис, как разговаривают в Ливерпуле. Это вообще другой акцент. Все думали, что это немецкий какой-то. Но из-за того, что у него чистая речь, мне было понятно. И он спокойно говорит. Понятно. Но с его семьёй я вообще ничего не поняла. Первый раз я... Не очень сильно я... Я слышала это видео о Ливерпуле, да. Мне кажется, что все, кто на тебя не подписан, во-первых, нужно подписаться, а во-вторых, нужно погуглить, потому что я тоже себе... Я специально выложу для вас сегодня ещё раз вот это видео. Но вы понимаете, что это не английский. И вот, да, так все разговаривали. А, в принципе, трудностей каких-то не было, потому что, наверное, потому что я очень быстро адаптируюсь к людям. Я всегда путешествовала. То есть я привыкла, что бывает другой менталитет, бывает по-другому. Какие основные сложности именно в отношениях с человеком с другой стороны? Есть они вообще? Сложнее ли это, чем с русским... Первое сложное, не то, чтобы сложность, да, появилась 8 марта, когда я от него... Мы были вместе где-то, не помню. В Португалии мы были. Неважно. Нет, мы были в Праге, но это не суть вообще. Я проснулась, и я-то ожидала букета цветов, там, да, подарков. И просто он даже это не упомянул. Я говорю, excuse me, вообще-то 8 марта сегодня такой... Завтра будет 9-е, вчера было 7-е, что я говорю, так это женский день, а где же всё это? Почему они это вообще не празднуют? И, наверное, это было самое большое такое, знаешь, отличие. Потому что всё остальное, это просто как вы договоритесь. Мне кажется, бывает иногда сложно найти общий язык с теми, кто живёт с тобой в одной стране, проще с иностранцами. Да, мне кажется, потому что, когда ты в другой стране, у тебя более открытый майндсет, то есть ты понимаешь, что будет другое, тебе нужно быть датчиком. Во всём строительстве такой, ну, как бы, я самый главный. Был вопрос, не вопрос, они же редко делят счета в ресторанах, ещё где-то, но Дэвид как-то с самого начала он заплатил в Москве сам, а я ещё думала об этом, я такая, ты же знаешь, что там очень дорого, да, в Пушкине? Он такой, да, да, типа, не переживай, я знаю. Я думала, потому что мне ничего не заплатили за эту конференцию, я позорилась. Вот, и он как-то, я сама иногда предлагала заплатить, потому что, ну, мне так комфортнее. Иногда платила я, там больше за кофе, знаешь, а за всё остальное, в принципе, платил он, но я знаю, что в Европе очень часто делят пополам всё, и когда уже вы пожените, счета, квартиру, детей, всё пополам. Даже когда уже, понятно. Да, у многих, у нас не так, потому что я не работаю сейчас, как-то вот официально, только считай, блок, но это немного, поэтому, пока мне хорошо, но вообще, когда оба зарабатывают, то, конечно, оба вкладывают в семью. Да, на самом деле, про платить, не платить за кофе, это очень интересный момент, потому что я тут ходила, я помню, первое свидание, и там парни был, он был постарше меня, лично. Вот, и он заплатил за кофе, я такая, так, а может быть, всё-таки, а потом пошла дача, и она такая, а нет, всё-таки это просто было исключением. Да. Вот, так что, да, мне кажется, что в Европе, что в Америке, это не особо вообще тема. Вот, а ты сказала, ты ещё в Штаты тоже любишь ездить, путешествуешь? Мы были один раз, но вообще недолго, Дэвид там был очень много, в Нью-Йорке везде, когда он рассказывает, мне прям, ну, завидно, что, что скрывать, тоже очень хочется, поэтому, да, как только, мы хотим туда, у нас не было ни дома месяца, нормального, и у нас на следующий день, после свадьбы, мы пошли на матч работать, потому что, ну, никто, кроме нас, не может, и мы не можем пропустить, поэтому, да, очень хочется полететь в Америку. А когда у вас была свадьба? В апреле. Во время ковида? Нет, 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 она была год, в девятнадцатом году. А, в девятнадцатом, я думаю, так интересно, матч в районе ковида, это много. А, кстати, вообще, каково, вот у тебя родился ребёнок, когда ещё начался ковид, какова вообще жизнь в Англии с ковидом? Вы живёте в Ливерпуле, да, то есть не в пригороде, именно в Ливерпуле. Ну, морально было очень сложно, и физически тоже было сложно, потому что в Англии карантин до сих пор, я знаю, что многие страны сейчас уже открыты, в России всё открыто, у нас закрыто до сих пор всё. дельная жизнь. Да, здесь закрыто всё, кроме продуктовых магазинов, то есть, Алекс вообще, по-моему, других детей не видел, кроме, вот подружек, которые у меня есть, две, он, наверное, не знает, что есть какие-то детские площадки, детские центры, мы там были вообще два раза, у нас было окошко месяц, когда было открыто всё в декабре, вот, а так очень сложно, потому что тебе некуда сходить, не съездить домой, и морально у меня начиналась депрессия прямо, но она как-то, знаешь, волнами. Сегодня нормально, завтра не очень. У тебя не случилось в этот момент какого-то каких-то культурных шоков? Потому что, как я понимаю, до этого ты ещё хотела могла туда-сюда, если что, в Россию уехать, а сейчас, например, год за первой тит, так скажем, привязан к этому месту? У меня нет культурных шоков, но я отметила моменты, которые очень сильно отличаются в России и в Англии. Я могу о них... Я даже выписала, чтобы мне ничего не добыть. Да-да-да-давай-давай. Так. Есть две категории моментов, которые связаны с детьми, которые не связаны с детьми. С какого ты хочешь начать? Давайте, которые пока не связаны с детьми, мы так, знаешь, полезно за жизнь продадим. Первое, что мужчины здесь намного менее романтичны, но это я уже говорила. Ни один праздник у меня здесь не прошёл так, как это проходило в России. Ни один. С букетом каким-то... Во-первых, цветы здесь очень дорогие. Будь я мужчина, я бы, наверное, сама не покупала. Букет, который у нас стоит тысячи две, здесь стоит по десять тысяч. То есть, понятно, что накладно здесь быть мужчиной. Поэтому здесь менее романтичные они вообще. Они не тратят время на приготовление еды. Здесь прям большинство покупает еду. Или та, которая в микроволновке, или уже все овощи порезаны, и тебе просто их положить в духовку. Это лень, или это просто по цене так же уходит? Мне кажется, что просто это экономия времени своего. Потому что готовка, конечно, занимает много времени, особенно с ребёнком. И многие вот так вот просто упрощают жизнь. Очень вежливые. Многие слышали, наверное, про эту английскую вежливость. Честно говоря, она немножко поташнивает от неё, потому что ты видишь, что это неискренне. Ты видишь, вот все сидят в ресторане, и ты понимаешь, что им скучно. Но тебе никто об этом не скажет. Все будут просто улыбаться. И мне это не нравится, честно говоря. Но в другой стороны... Как это больше? Вот именно такая фейковая дружелюбность? Они очень поверхностно общаются со всеми. То есть, вряд ли у тебя будет подружка-англичанка. Или вряд ли у тебя их будет много, с которыми ты можешь обсудить какие-то темы. Это вот не как у нас, да? Я девочка Женя. По-моему, она здесь была. Привет. Мы с ней познакомились, и как-то мы сразу начали общаться. И на какие-то темы более глубокие с англичанкой. У меня есть две знакомые. Мы никогда глубже small talk'а не заходили. И вот они всегда поверхностно, у них как бы всё хорошо, они все улыбаются, и о проблемах тебе никогда не скажут. Напоминает кого-то. А, американцев. Да-да-да. Вот эта натянутая улыбка, это здесь то же самое. И последнее, что здесь позже заключают браки. То есть, Дэвид старше меня на 17 лет, и меня все спрашивают, ну, у него, наверное, уже дети есть, он уже там разведён. И я говорю, нет, никого не было. В смысле? Он же старше тебя. Здесь очень многие поздно заключают брак. Выписала, что средний возраст рождения первого ребёнка это 30 лет у женщин. 30 лет? У нас в 30 лет тебе скажут, что ты старородящая. Слово такое, да? у нас всё равно очень... Ну, меня про русские закучи не спрашивают. Да, у нас всё равно очень консервативно в России всё считают. Да. На самом деле, на самом деле, я всё ещё поражаюсь, какое всё быстро завертелось. Вроде у нас так завертелось, потому что я забеременела Алексом. Это было абсолютно неожиданно. Возможно, мы бы не так быстро развивали события, но, да, мы тогда приняли решение, когда ему сказала пожениться, мы начали оформлять документы, и это заняло у нас 6 месяцев, по-моему, что-то такое. Правда, очень долго. И когда мы получили документы, я уже приехала сюда, потому что я хотела рожать ребёнка здесь, чтобы у него сразу было британское гражданство. Виза невесты. Это фигурировало такое слово у тебя в блоге, я не раз я видела. Да. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. Здесь есть... Здесь нельзя просто заключить брак, тебе нужна виза невесты. Есть два типа. Я могу пособия написать по этой визе, я столько уже знаю. Одна виза, она как бы туристическая, но с правом заключать брак. И потом тебе нужно будет выехать из страны и делать другую визу жены. А вторая виза невесты, она стоит в два раза... Да в какой? В два. Раз в десять дороже. Но она даёт тебе право после свадьбы остаться в Англии и уже отсюда оформлять визу жены. Мы выбрали такую, потому что, ну, как бы я уже была... Мы уже ждали Алекса и ехать в Россию было не вариант. Поэтому выбрали такую. И там нужно очень много документов. Такая вот стопка у нас была. Все финансы, всё. Ну, вот мы оформили. То есть, если вы выходите замуж, ты получила сейчас, получается, английское гражданство? Нет? Нет, я получила вид на жительство пока что на пять лет. И потом уже... Ура! Да, ещё всего-то три с половиной года. Да. А у меня проблемы с видом на жительство? В плане, он тебя это ограничивает? Существует гражданство? Нет, нет. Я могу работать, не могу получать соцподдержку и государство. Ну, естественно, мне нужна виза. Там, шенген и всё, чтобы путешествовать. А так, это даёт право на работу. Угу. Так, мне кажется, я могу теперь перейти к моментам, которые ты записала, связанные с детьми. Да, да, помню. Я много, да. Ну, во-первых, они очень расслабленные родители. Алексу, когда было полтора года, я решила посмотреть, что ребёнок должен уметь в полтора года и забила в гугле на русском. И там что-то было уже цвета, считать, какие-то буквы. Ну, знаешь, прям, я такая, Алекс, пошли кучиться. Вообще, ты ничего не знаешь. А потом решила забить на английском. И на английском, знаешь, ходить, дышать, самостоятельно глотать. Ну, то есть, такие базовые вещи. И сознаться жизнью, да? Да, здесь вообще никто не гонится за этим. У нас в России приучают горшку на как можно раньше, вот это как можно раньше. Здесь, то, что ребёнок в три года в памперсе ходит, вообще ничего. Вообще никто не переживает за это. И мне близка такое такое мышление, что ты не гонишься за какими-то результатами. То есть, я, например, в России все там пальчиковые, гимнастика, лепка сегодня, то завтра. Это очень здорово, но, например, у меня на это не всегда есть время. И я знаю, что в России многие бы на тебя косо смотрели. Здесь косо смотрят, если ты каждый день что-то делаешь, потому что, алло, где твоя обычная жизнь? Почему ты не уделяешь время себе? Я думаю, что это здорово. Когда? На самом деле? Да. Не, продолжай, продолжай. Мне это говорили уже слушать. Нет, я говорю, на самом деле, меня, вот мне сколько, мне 20, полностью недавно. И вот меня пугает, что если у меня появится ребенок, что знаешь, типа, жизнь поделится до, и после, на уровне, что после, это будет постоянно, постоянно, нон-стоп, просто связывать мою жизнь с ним. Мне кажется, английский подход, он просто убирает чуть-чуть дикий expectation, какое-то давление, которое ты на себя ставишь еще даже, вот когда мне 20 лет, я уже так говорю. У меня следующий пункт про это. Здесь детей, вот, например, в России тебя еще держат неделю в больнице, да? Я тоже думала здесь так, и мне на следующий день, я, получается, родила Алиса вечером в 8 часов, на следующий день в 2 часа дня я еще не поняла, что со мной случилось. Мне такие, Валерия, у вас все хорошо, можете ехать домой. Я говорю, куда надо? Я же не знаю, что мне делать. здесь говорят, а что вам в больнице делать? Вот, все хорошо, типа, что вам надо здесь еще делать? И мы поехали домой. У меня мама, я забронировала ей билеты вечером, практически перед родами уже, все забукила ей. Она прилетела утром, Дэвид ее встретил в аэропорту, они забрали меня, и мы поехали домой. Я спросила, а на какой день можно гулять? Они такие, да хоть сегодня. То есть здесь нет такого, что ребенок должен, там, знаешь, неделю просидеть дома, мама там не должна выходить из дома. здесь ребенка берут с собой в кафе с рождения, то есть здесь все рады детям. Во-первых, здесь многие рестораны, у них есть наклейка, что они поддерживают грудное вскармливание. И в ресторанах везде люди, женщины кормят, и здесь нет никаких взглядов косых. Здесь все поддерживают, и здесь все за то, чтобы мама, она не сидела дома с ребенком. Здесь, наоборот, везде я приветствую детей маленьких, в ресторанах, везде написано, что мы рады, там, гостям с деткам. Так что я думаю, что это очень круто. Я вспомнила, рундом, сейчас я в интернете видела, говорила про грудное вскармливание, Эмили Радковская, по-моему, я явно неправильно произношу имя, модель какая-то, нарядила ребенка, вот, и она выложила в интернет фотографию, и он там вскармливает его грудью. Там ничего не видно, он там панч, и он вскармливает его грудью. Там все комментарии такие, порнография, кошмар, что такое, как можно. Понимаешь, что это совершенно разное, скармливать грудью в каком-то месте, потому что тут ты выкладываешь фотографии, тут ты просто, просто скармливаешь ребенка как надо, вот, но все равно мне поражает, насколько это табу. И там причем, наверное, такие русские комментарии по жести, и много русских ресурсов выложили эту фотографию. Да, я тоже, я, я не была против кормления в общественных местах, но я всегда хотела как-то прикрыться, ну, потому что прикрыть, да, здесь на меня смотрели как на странную, типа, зачем ты прикрываешься, это же нормально. То есть здесь просто снимают футболку, часть, и кормят, здесь ничем не прикрываются. И Дэвид, даже Дэвид, он у меня немного консервативный, он такой, зачем ты закрываешься, типа, успокойся, все нормально. И я по ночам тоже, знаешь, так, мне было немножко нелогко, а потом свободно как-то, и здесь все к этому относятся адекватно, и мне кажется, это прямо очень здорово. Думаешь, ты связанная с Ливерпулем, что это большой город, или в принципе вообще в Англии так же везде одинаково? В принципе в Англии, потому что Ливерпуль, он вроде как и не очень большой, но есть города больше, но здесь так везде. Вот. Следующий пункт. По поводу медицины. Это мое любимое, потому что медицина здесь ужасная, ужасная, и все думают, что здесь в Англии, это же так здорово. Мы веганы все, и Аликс тоже. А тебя сейчас как-то реманили. Да-да-да, да. Сразу практически. Я давно к этому шла. Я, например, не могла готовить мясо, не могла там разделывать что-то, вообще ничего. И я поняла, почему, и перестала. Ну, не суть. Аликс тоже, мы не даём ему мясо, молочку, и сейчас он плохо набирает вес. Что интересно, все, ну, большинство моих подписчиков сказали, да, это потому что вы не даёте ему мясо. А то, что обычные дети не набирают вес иногда или плохо набирают, что тогда? Ну, то есть, это такой, да, спорный вопрос. Но не суть. Я хотела сделать анализ, проверить все витамины, минералы, да. Мне назначили анализ через полтора месяца. Просто анализ крови. Я думаю, сделаю платно. Платно мне нигде не делают здесь. Просто анализ. Если нужна консультация, она стоит 150 пунктов. Это что-то, типа, 130 долларов, 120. Хотя я уже поговорила с врачом, мне просто нужна кровь. Диетолога нам назначили, внимание, через пять месяцев. Пять месяцев. А у нас как бы... Что? Да, когда... Вот после родов я не проходила никакое обследование. Аликс не проходил никакое обследование. То есть, он не был у врачей. Вот у нас же в России что-то там хирург, стоматолог, невролог, да, постоянно какие-то врачи. Мы не видели никого. Никого из врачей. У нас был house visitor. Она просто приходила, живой, живой, отлично. И всё. Что-то на первый день, на третий день, через неделю. Это для меня был шок. И если ты не умираешь, тебе выпишут парацетамол. Здесь в любом случае выписывают парацетамол тебе. И всё. Если тебе, конечно, критический какой-то случай у тебя, то, да, тебя там вылечат. Но вот если ты что-то несерьёзное, тебя здесь поставят список ожидания на четыре месяца. Это стандартно. А в принципе медицина в Англии. Вот в России у нас есть бесплатная медицина. Ну, не на всё, но ты можешь пойти к врачу, тебе нужно платить. В Америке я разговаривала, я сама недавно узнала, я думала, потому что мы постоянно говорим, в Америке такая дорогая медицина. Мне бесплатная медицина. Но оказывается, ты обязательно в Америке должен иметь страховку. Но она опять-таки покрывает скорее всего не всё, какое-то на тебе придётся платить, но ты обязательно по закону должен платить каждый год за страховку. Как в Англии это выглядит? В Англии есть бесплатная медицина. Она в принципе вот базовая, это она бесплатная. Но правительство сейчас оно пытается её сделать частной, в общем. И поэтому она не спонсирует. У нас NHS называется система здравоохранения. И вот это NHS вообще очень плохо спонсирует. И из-за этого такие очереди раньше было намного лучше. Поэтому бесплатная медицина есть. По-моему, я получу страховку, так как я не гражданин. Это где-то 100 тысяч в год. Вот. А так граждане страховку не платят. Но она есть. Понятно. Ну, 3,5 года больше гражданином не нужно будет платить. Да-да-да. Я хотела... Так, у тебя там ещё есть какой-то пунктик? По твоему замечательному списку? Или всё? Могу быстро сказать, если тебе интересно. Во-первых... Нет, не обязательно быстро. А, ну нет, здесь просто они такие... Здесь очень, как сказать, закаляют детей с детства. То есть родители могут идти в пуховике зимой. Я шла в пуховике, в шапке, в шарфе. А дети ходят. Вот я не преувеличиваю. Они могут идти в футболке, могут идти в худи, в обычном, в каких-то туфельках. То есть зимой мне больно смотреть на это. Но Алекс, если едет в куртке, мальчик проходит в футболке. Я один раз говорю, Алекс, иди сюда, я тебе закрою, что-то шея у тебя видна. И мальчик проходит в футболке. Я думаю, ну ладно, Алекс, я тебе хочу страшного. Просто это очень странно, да, для нас. И ещё один пункт, что здесь нет культуры питания для детей. То есть если у нас в России как-то стараются, да, овощи там давать им, крупы, ну, мясо дают, нежирное там, всё, что, да, диетическое. Здесь, в детских площадках, в детских центрах, в которых мы были, здесь в детском меню всегда картошка фри, наггетсы, фиш фингерс, рыбные палочки, пицца. Вот я нигде не видела, честно, нигде, кроме веганского кафе, ну, где просто тебе не дадут наггетсы. И то, там делают наггетсы, ну, из чего-то другого, но тоже все в масле. Ребёнку год. Ну, я не против этой еды. Иногда мы тоже иногда едим картошку фри, что-то жареное там, да. Но мне кажется, детям нужно прививать какую-то культуру питания. Но здесь этого нет вообще. Как вообще, в принципе, питание в Англии вода? Сейчас здесь все переходят на такое более здоровое питание. Здесь очень много кафешек, там со свежими, где овощи, фрукты. Очень много веганского, очень, поэтому здесь с этим намного проще, чем в России. Ну, здесь также фиш и чипс продают. В общем, кто что хочет, то что найдёт. Это национальное блюдо, по сути говоря, картошка фри и рыба. Всё. Не знаю, в чём здесь можно гордиться, но вот они гордаются. О, у меня где вопрос, пока мы всё ещё на теме семьи. А отношения с родителями Дэвида? Как строится? Нормально? Они нормально отнесены к тому, что он нашёл себе жену, которая не из Англии? У него только мама, у него папа погиб уже давно-давно. Но его мама 85. Она в 40 родила его, в 40, и это считается вообще нормально. Там, 40 с чем-то, не помню точно. И она вообще прекрасно к этому отнесась. Мы когда сказали, что мы ждём ребёнка, она в слёзы, она была так рада, моя мама не так трекерила. Наконец-то. Вот. И семья его, да, она хорошая, но они считают, что я, так как я не всегда улыбаюсь, то есть если у меня нет настроения, или я устала, или я не выспалась, я не могу сидеть и улыбаться весь вечер. И они поэтому считают, что я очень грубая. Хотя я не считаю себя такой. Да, это разница культурная, кажется, уже. Да, и сложно иногда объяснить. Ну, из-за того, что она пожилая, я, конечно, делала огромную скидку на это. Но иногда сложно объяснить, что я, например, её не поняла. Она же говорит с акцентом, особенно в начале. И она обижалась в каких-то моментах, да. Или я, например, сказала недостаточно вежливо. Не would you be so kind to там дать мне что-то, а просто can I? И она такая, какая она грубиянка. Я просто не знаю, как сказать правильно. Как правильно сказать? Давай обсудим. Как правильно в Англии попросить что-то? Если, например, в ресторане, да, если вам что-то нужно, многие из моих друзья приезжают, они говорят give me что-то. И мы не будем считать, что это грубость. Но здесь говорят can I have can I have a cup of tea, can I have a cup of coffee, can I have some sugar? Can I have вот ключ к тому, чтобы вас не считали грубияном? Да, на самом деле, да, в США так же. Да. Я как-то обычно привыкла, но мне кажется, я вначале тоже делала вот такую шутку. Но я думаю, что... Я тоже поначалу я тоже поначалу, можешь сказать. Ну, я поначалу не понимала, в чём проблема, но потом Дэвид мне, конечно, объяснял, что, ну, Лера, надо быть вежливее. Я такая одна. Так уж и быть. Вообще, в принципе, стереотип, который часто слышу о англичанах, но ты уже как-то развеяла, то, что англичане очень унылые и грустные, потому что у них слишком часто унылые и грустные на улице. Если бы они всегда были унылыми из-за погоды, они бы были такими всегда, да, но нет, они, на самом деле, очень радостные, жизнерадостные люди, так что, да, я вообще не понимаю, откуда этот стереотип появился. Культура чая. Но мне кажется, это факт, что... Вообще, в Англии много пьют чая или нет? Я один раз провела с девочкой, когда она была из Украины, она сказала, ну, лично я пила чая больше до того, как я приехала в Англию, а в Англии я вообще не пила чай, потому что кто-то не пьет чай. Да, здесь тоже нет такого... В пять часов не думаю, что кто-то садится пить чай, кроме, возможно, королевы, а тогда здесь вообще такого нету. Кофе в основном. То есть есть стереотип что-нибудь так, в прошлом? Да, да. Вопрос про королеву. Я видела, ты себя в Инстаграме немного затрагивала, тему интервью, ты сказала, меня не интересует это интервью, которое Меган Маркл, как правильно произносится, имя, фамилия, я не помню, дала интервью с ее мужем-принцем, они уже ушли из королевской семьи, где они всю эту грязь на семью и вылили. Вообще, в принципе, в Англии поддерживают королеву, как выглядит жизнь в монархии, я правильно все понимаю, я ничего не понимаю, там монархия, да? Да. Я не могу сказать за всю Англию, я знаю, что Ливерпуль, они очень против монархии, очень против, потому что, опять же, не вдаваясь в подробности, как Дэвид мне сказала, что монархия, она очень притесняла Ливерпуль всегда, потому что это был очень успешный город, он был как бы соперником Лондона большим, это портовый город, мы находимся у Ирландского моря, и монархия его не любила, и всегда старалась, он раньше был очень депрайв, как сказать, угнетенным городом, поэтому, да, Ливерпуль это не поддерживает, и я, в принципе, когда я просиживала, тоже разделяла эту точку зрения, я не поддерживаю монархию как форму правления в наши дни. А в принципе, а что думают именно королевы? Ну, тоже, я понимаю, что не говоришь за всех, а именно вот, из того, что ты слышала. Видишь, я слышала только то, что в Ливерпуле, и говорят, что они просто нахлебники, надеюсь, что королева не будет слушать этот эфир, что... Она такая, знаешь, уже с чаем в пять часов пищи, ага, я все поняла. Вот кому гражданство не даем? Да. Они... Ну, как бы, это такой ненужный институт в наше время, монархия, потому что кто-то говорит, что вот, но ведь монархия привлекает туристов. Это мой любимый аргумент, потому что во Франции нет монархии, но Париж это самый посещаемый город мира. Франция самая посещаемая страна мира. И перед ними идет еще Италия и Испания, то есть, ну ладно, в Испании монархия, но она не этим привлекает туристов. Не нужно быть монархией, чтобы привлекать туристов. В Версаль ходят не чтобы посмотреть на королевскую семью. То есть, я была во дворце Букингемском в прошлом году на экскурсии, и я же не пошла смотреть на королеву, потому что ты ее не увидишь. То есть, ну даже если монархов не станет, да, например, вот эти сверли в эту семью, все равно в Букингемский дворец будут ходить. То есть, это такой аргумент, да, но их содержание стоит огромной суммы, огромной, которую можно вложить в эту систему образования. Хотя бы. Поэтому, да, многие здесь считают, что это лишний институт, и он не нужен. Это очень интересно. Вот, у тебя был очень интересный хороший вопрос. Ты сказала, что, может быть, не может знать ответ, но легко ли там найти работу вообще в принципе, если ты не англичанин? Работу я сейчас в поиске, например, нахожусь. Я видела, что про профессии программист. Я знаю многих ребят, но они не из России, они из Европейского Союза. Они находят работу легко, потому что у них есть разрешение на работу. Но если у вас нет здесь вида на жительство, работа будет найти сложная, потому что вам нужна вина, которая позволяет работать здесь. Поэтому это будет очень сложно. Нужно, чтобы компанию вы понравились настолько, чтобы она оплатила все ваши визовые расходы, которые очень большие. Так что это нелегко. Нью-Йоркские звуки замечательные. Да, да. У меня вопрос к тебе. Может быть, ты знаешь, а если, допустим, я отучилась в УЗИ в Англии, даст ли мне это какой-то бонус? Я про это не знаю, но я полагаю, что он будет, да. Потому что все-таки образование, которое ты получил в Англии, ценится больше, чем мой РУД. Ой, в принципе, с какого возраста ты отправляешь в детский садик в Англии? Детский сад? Да. Что-то с шести недель. Это полтора месяца. А у вас, получается... У нас поздно, пошел почти два года. А у нас сейчас детский садик? Вот я перед эфиром заполняла аппликейшн в садик как раз до явления. Но мы хотим отдать на два дня пока что только, потому что, честно говоря, дорого нам больше. У нас один день садика стоит шесть тысяч рублей. Это как бы затратно. Да. Какой садик? А здесь нет частных садиков, и все садики примерно стоят одинаково. Это не то, чтобы мы выбрали какой-то классный. Мы выбрали тот, который у дома, и вот у него шесть тысяч. То есть это просто обычный государственный садик? Угу. У них нет государственных, это все частные. А, наоборот, да. Да, да, да. Хорошо. Поняла, поняла. И у меня последний вопрос, наверное, остался. Сталкивалась ли ты с какими-то стереотипами о русских в Англии? То есть ты говоришь, я русская. И понеслось. Честно говоря, нет. Единственный стереотип, но это очень хорошее, что русские девушки очень красивые. Не отношу себя к типичным представителям русской девушки, но я знаю, что про русские здесь говорят, что они очень красивые. И мужчины в Англии, они, во-первых, очень часто заключают межнациональные браки. Очень. И большая часть приходится на страны Азии и как раз вот на бывший Советский Союз. Потому что девушки и там, и там красивые. Очень. И это, наверное, единственный стереотип. А ну еще один, это то, что в России русские девушки очень хорошо разбираются в, как сказать, в модной, не в модной индустрии, а вот салоны красоты, вот все, что с этим связано, в России это намного выше, чем здесь. Поэтому здесь девушки, которые умеют делать новости, ресницы, брови, все вот это, ценится намного больше. Это такой женский стереотип. Вот. Но здесь, на самом деле, русские мастера прямо очень ценятся. Ты же, в принципе, ходишь салоны красоты? Поскольку это дороже, чем в России? Последний год, нет. У нас все закрыто. А так, до этого я ходила первый раз к девушке, она была англичанкой, и она не знала, как прицепить стразу к ногтю. Я знаю, как это сделать. Ну, как бы, это такое, да? Базовая, по-моему. Я сама при ней прицепила и говорю, запомните. Вот. А потом я ходила к русской девушке. Она с Украины была. Ну, не суда. А так, здесь дороже, да. Потому что маникюр и педикюр мне вышел шесть тысяч. Я считаю, что это дорого. Ну, да. Для Москвы, может быть, нет, но это выше среднего. Я знаю, что в салон красоты подключить волосы и делать укладку это около восьми тысяч. По-моему, это дорого, да. Да, это дорого. Ну, я тоже просто сейчас на сцену начала смотреть, потому что я приехала в Нью-Йорк, получается, сколько? Полтора месяца назад, два месяца назад рубишься. И вообще, это дано, это дорого. Да, и вот у меня ногти, я приехала с ногтями за Россию, и мы все такие, все такие классные ногти, там были типа ногти с дизайном, все дела. Я такая, ой, да, конечно. А потом перед своими рождями недели назад я эти ногти-то драла, потому что они уже отросли. И я уже требовала на сцену. Я такая, лучше бы я не смотрела, и лучше бы я буду сама окрасить, пусть они будут обтираться, но... У меня тоже лампу самой стоит, потому что, да, это накладно получается очень. На самом деле, меня поражают очень много русские девушки, которые переезжают за границу через какое-то время, они начинают реально уметь делать ногти, прям тот гейлак с лампой, ресницы делать, там, брови делать. Мне кажется, это замечательный навык, который просто жить за границей у девушек многих воспитывает, потому что... Это очень еще и постребованности. Потому что практично, да. Это практично. Да, да, да. А про русских девушек красивые, да, мне кажется, в США тоже это очень часто обещаю. Но это в общем мире, мне кажется, так думают. Это так и есть. Да, это так и есть. Я помню, Карл Лагерфельд, у меня очень плохо в предназначении власти, не видно, проехал в Россию, сказал, боже, как же мне жалко там русских девушек, потому что они все такие красивые, а вот мужчин там красивых нет. Это то, что он сказал. Я просто сенсиваю. Мужчины в России этого не ценят, что ли, так сильно, как здесь. Здесь просто девушки, они безумно расслаблены. Никто здесь постоянно не красится, они ходят в спортивных костюмах. То есть здесь нет такого, как у нас. Здесь русские девушки, это просто иконы, красоты, стиля, потому что мы, знаешь, как-то всегда красимся, да, что-то, чё-чё-чё-воска, красиво одеться, паблуки нет. Здесь все хоть в кроссовках, в леггинсах, поэтому это, наверное, такой контраст ещё. Так что да, здесь девушек ценят больше. Я постоянно шучу, когда с кем-то говорю, а меня спрашивают, откуда я, и ещё начинают спрашивать про Россию. Я говорю, да, у нас очень много красивых девушек, именно поэтому я уехала, потому что тут меньше конкуренции. Меньше конкуренции. На самом деле, очень ощущаются, потому что даже когда те же, я сидела на дейтинг-ап всяких, сидишь в каком-нибудь, не знаю, Тиндере в России, на Тиндере в России вообще какая-то равная репутация, вот, на какой-нибудь дейтинг-ап сидишь, и вот ты отлистаешь, и ты понимаешь, что ты вроде хорошо выгодишь, но очень мало свайпов на тебя, вот, а только каких-то очень странных, странных людей. Приезжаешь тут, ты просто королева. Я такая, а вот так можно было? Да, да. Вот. Да, но это хорошо, что больше нет стереотипов, потому что... Мне кажется, сейчас мир настолько ассимилировался уже, что стереотипы, как ты знаешь, если только ты не из какого-то маленького города, в который еще не просочились вот эти вот глобализации и все, да, то в принципе тебе весь мир будет казаться более-менее адекватным, и ты быстро приспособишься. Угу. Так, вроде больше никаких вопросов в чате не было, сегодня все молчали, сегодня понедельник. Тогда хотела тебя спросить напоследок, какой бы ты дала совет всем, к тем, кто собираешься приезжать за границу? За границу вообще. Вообще. Я бы, наверное... Я всегда советую в любом случае, если вы что-то хотите, вам нужно делать это сразу, потому что я знаю многих людей, которые хотят, но они не знают. Нужно принимать решения очень быстро. Если вам что-то пришло в голову, что-то я там читала, если вы не сделали это в первые, например, 20 минут, какая-то идея, вы не сделаете это уже потом никогда. Не говорю про переезд за 20 минут, но если вы будете этому солить годами, вы и так и не переедете. Вы будете думать про это, рассуждать. Поэтому, если вы хотите, делайте это сейчас. Не ждите подходящего момента, чтобы у вас были деньги, связи. Езжайте, идите к своим мечтам и не ждите ничего, потому что чем дольше ждёте, тем меньше шансы, что вы когда-то это сделаете. Я всегда этим руководствуюсь в жизни. Ой, классный совет. Да, вот прям выписываю, соглашаюсь. Ну, потому что это страшно, но оно всегда будет страшно. Да, лучше попробовать, и чтобы не получилось, все это говорят, это такая сомнительная фраза, чем просто сидеть и ничего не делать. А тем, кто хочет приехать именно в Англию? Копите деньги, работайте, потому что здесь всё очень дорого. Особенно ваша виза. Английская виза это единственная виза, с которой у меня были проблемы. Я пытаясь, я ездила на летнюю программу только один раз в Англии, это была первая летняя программа за границей, мне было 13 лет. Я ездила с группой, мы забыли какой-то документ, нам из-за этого пришлось ещё раз ехать в посольство, потом мой паспорт там, ну, как бы потерялся на уровне, что никто не знал, где он находится, и в момент, когда он туда попадёт, ты его никогда назад не достанешь, пока с ними закончат работать. И я там умудрилась ещё пропустить поездку в Грецию с семьёй, всё ради этой английской визы, что мой паспорт там буквально два месяца в посольство. Она очень... Мне первые две два раза отказали. У меня весь паспорт в штампах, и мне просто отказали. Первые два раза. Как видишь, я пробралась в эту страну всё равно. Всё возможно, да? Конечно. Да. Ну всё тогда. Спасибо большое за эфир, это было очень интересно. Спасибо тебе большое, да. Я обожаю общаться, так что мне было очень приятно познакомиться с тобой, познакомиться с вами, рассказать вам немножко о себе. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Ну, мне точно было интересно, вот, мне кажется, остальные выйдут тоже. Всё, тогда хорошего тебе дня и вечера. Спасибо большое, тебе тоже. Всё, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok